На практические занятия уходит 2,5 часа. В каждой из трех лабораторий свои задания. Например, здесь выделяют РНК и ДНК из кукумарии обманщицы. По-научному – галатуре эупентактов Раудатрикс. Образец разрезают, извлекают половые клетки и отдают на исследование. Для лаборантов дело обычное, а школьникам, конечно, в новинку. Этот продукт используется для выделения генов определенных. Дальше определяются последовательности генов, либо можно посмотреть уровень работы генов. В образовательной программе участвуют 16 человек. Все поделены на три группы. 27 марта у них была теория, а сегодня работа с тканями и пробирками. Подобным курсом в Институте биологии моря уже 10 лет, но с этого года проект решили изменить. Раньше приглашали только победителей Олимпиад по химии и биологии, а сейчас освоить новые знания может любой школьник с 14 лет. Причем бесплатно. Например, они видят, как ставится задача, они работают руками, используют научные методы, видят, как получаются результаты, при этом разбираются, какие мифы в той или иной области существуют. Например, возможно ли омоложение с помощью стволовых клеток или нет. Главная задача, которую ставят перед собой разработчики программы, это научить молодое поколение критическому мышлению. Правильно задавать вопросы, искать ответы. А поможет ли наука привлечь новые кадры, вопрос уже второстепенный. Возможно, кто-то и загорится. Ой, узнала я многого, потому что это первый раз, когда я узнаю что-то о генетике, потому что я буду проходить только по учебной программе в следующем году, и может какой-то опыт и новые знания. Я вообще не ожидала, что будет так интересно, но мне очень понравилось, возможно, даже в будущем поступлю именно в генетику. Думаю, генетика, она очень сложная в освоении, но она очень интересная. На двухдневные курсы для ребят выделили три лаборатории. Там изучают генетику, клеточные технологии и сравнительную цитологию. Летом программу планируют повторить, а число площадок для практики увеличить. Некоторые школьников уже записались, количество мест ограничено. Валерия Белоус, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.